Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно по средам в нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса Собрания депутатов Неницкого автономного округа в этом выпуске. В четверг, 21 ноября, состоится 19-я внеочередная сессия Окружного собрания депутатов 28-го созыва. С предложением о проведении внеочередной сессии выступил глава региона Александр Цибульский. Делегация Окружного собрания депутатов во главе с председателем Александром Лутовиновым приняла участие в мероприятиях, посвященных 25-летию образования Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Рабочие заседания прошли в Вологде. Работу на третьем участке дороги, которая свяжет столицу Неницкого округа Сусинском, планируют завершить уже к концу этого года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки представителей органов исполнительной и законодательной власти на строящуюся межрегиональную трассу. Окружные депутаты приступили к рассмотрению расходной части проекта окружного бюджета на трехлетний период. На минувшем заседании Комиссии по экономической политике и бюджету парламентарии рассмотрели расходы Департамента внутренней политики Неницкого округа. 80-летний юбилей отметила 4-я городская школа. От имени собрания депутатов НАУ коллектив школы, выпускников, ветеранов с юбилейной даты, поздравил депутат Андрей Смаченков. В четверг, 21 ноября, состоится 19-я внеочередная сессия окружного собрания депутатов 28-го созыва. С предложением о проведении внеочередной сессии выступил глава региона Александр Цибульский. Созыв внеочередной сессии обусловлен необходимостью внесения изменений по расходам окружного бюджета и исполнения норм законодательства о налогах и сборах в 2020 году. Поправки будут внесены в региональный закон об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период. Также окружные парламентарии обсудят проект закона об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории НАУ. В проект повестки сессии предлагается включить законопроект о внесении изменений в закон НАУ о применении предпринимателями на территории Неницкого округа патентной системы налогообложения. Сессия пройдет в актовом зале администрации округа 21 ноября, начало в 9 часов. Прямую трансляцию сессии можно будет посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север». Окружные депутаты приступили к рассмотрению расходной части проекта окружного бюджета на трехлетний период. В частности, на минувшем заседании комиссии по экономической политике бюджету парламентарии рассмотрели расходы Департамента внутренней политики Неницкого округа. Ведомство является ответственным исполнителем государственной программы Неницкого округа сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера. В следующем году на поддержку этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов Севера запланировано 7,4 миллиона рублей. Средства направят на проведение съезда КМНС в Наринмаре, участие окружных делегаций в международной выставке-ярмарке «Сокровище Севера», а также во Всероссийском фестивале песенотанцевального творчества «Кочевья Севера». Традиционно предусмотрены средства на участие народного молодежного ансамбля «Хаяр» и самодеятельного театра «Иллипс» в фестивалях. Заложены средства и на участие представителей коренных малочисленных народов в межрегиональных мероприятиях, семинарах, съездах, форумах и конференциях. В их числе Всероссийский съезд учителей родных языков литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 6-й этнокультурный фестиваль «Россия. Созвучие культур». На поддержку традиционного образа жизни и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в НАУ предусмотрено 5 миллионов рублей. Речь идет о предоставлении грантов семейно-родовым общинам. В последнее время, по словам руководителя профильного департамента Павла Рахмелевича, количество семейно-родовых общин увеличивается, и сейчас в округе насчитывается 23 общины. Средства грантов направляются прежде всего на материалы для чума, приобретение техники. При обсуждении программы депутаты отметили, что мероприятия не в полной мере отвечают целям программы по развитию КМНС. Работы на третьем участке дороги, которая свяжет столицу Ниницкого округа Сусинском, планируют завершить уже к концу этого года. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки представителей органов исполнительной и законодательной власти на строящуюся межрегиональную трассу. В составе делегации во главе с губернатором округа Александром Цибульским строящиеся объекты осмотрели Наталья Лысакова, Николай Миловский и Андрей Смыченков. Около часа лета от окружной столицы и в иллюминаторе появляются очертания межрегиональной трассы Наринмарусинск. Здесь первая точка в маршруте инспектирующих. В составе делегации возглавляемой главой региона Александром Цибульским депутаты и представители окружного профильного ведомства. Часть пути проверяющие преодолевают на треколах. Это первый участок межрегиональной трассы Наринмарусинск. Его общая протяженность более 23 километров. Причем на шести из них уже завершены работы по обустройству земляного полотна. Диалог с подрядчиком состоялся у песчаного карьера. Именно отсюда ежедневно вывозят порядка 6 тысяч кубов, необходимых для обустройства земляного полотна. Строительство первого участка дороги разделено на три этапа. К работам компания «Техносфера» именно с ними заключен контракт. Приступили с января 2019 года. Возведение этого участка дороги идет согласно утвержденному графику. Согласно контракту, строительство должны завершить не позднее 30 октября 2021 года. Сейчас в данный момент у нас задействованы 63 единицы техники. Из них 28 единиц самосвального парка, 20 единиц дорожно-строительной техники, экскаватора и бульдозера, и 15 единиц вспомогательной техники. Численные штат сотрудников на данный момент составляет 160 человек. Транспортную артерию, которая свяжет Ненецкий округ с Республикой Коми, возводят сразу с двух сторон. Следующая точка в маршруте проверяющих – третий участок межрегиональной трассы. Здесь работу ведет Усинская ДРСУ. Качество дорожного полотна глава региона оценил лично. Мы с вами сейчас вместе проехали по третьей, по части четвертого участка. Мне кажется, очень неплохо. То есть машина идет абсолютно как по хорошей дороге. Скорость можно развивать до 100 км в час, хотя не рекомендуется, потому что есть ограничения на каждом участке. Но, тем не менее, мы ехали 70-80 км. Абсолютно, мне кажется, качество, сами можете оценить, по моим ощущениям, очень приличное. Поэтому здесь не вызывает никаких сомнений, что работа сделана качественно и хорошо. Вы видите, что большое количество техники, много людей работает, больше 160 человек, причем, что примечательно, порядка 30% – это жители Наринмара и Ненецкого округа. Это очень приятно. И в этом году существенный рост наших жителей, которые привлекаются на работу. А это не только разнорабочие, это и водители, это и инженерный состав. Основная часть дороги готова на 98%. Осталось лишь уложить 80 плит, укрепить откосы и завершить монтаж мостового сооружения через реку Лая. Вся задержка из-за моста. Мост планируем мы также вместе с дорогой закончить к 20 декабря 2019 года. Остались, значит, у нас надвижка, сварка пролетных строений, надвижка пролетных строений и устройство дорожного полотна по мосту. Чтобы между Наринмаром и Усинском появилось круглокодичное транспортное сообщение, необходимо построить еще около 40 километров дороги. Это третий этап первого участка протяженностью 12 километров. Второй участок длиной 20 километров с мостом через реку Лаявош и 6-ти километровый участок с мостом через реку Шапкино. Своими впечатлениями от увиденного с нашей съемочной группой поделились Николай Миловский и Наталья Лысакова. Эта дорога на Усинск – это некий такой информационный спутник всей моей жизни. То есть я еще мог физически пройти вот под такой стол, не нагибаясь, а уже про эту дорогу что-то говорили, как ее строят, нужна она, не нужна, куда она, это что-то типа египетской пирамиды для меня. То есть нечто, что будет всегда строиться, на что будут выделяться средства. Но вот когда я был на этом объекте, меня порадовало вообще две вещи. Что, во-первых, одна треть работников с округа, то есть она дает нам рабочие места, как бы то ни было. А вторая, что вот, ну, я не специалист, но возникает ощущение, что я доживу до того момента, когда по ней можно будет проехать. Ожидала я худшего, получила удовольствие от поездки. Какое? Во-первых, я встретила на стройке наших земляков. Ну, фамилии я, конечно, не спрашивала, но с этими людьми я сталкивалась в работе. Ну, разговаривая с ними, я поинтересовалась, как они живут, как у них проблемы с зарплатой, есть ли, как их кормят. Мне сказали, что и сервис хороший, и зарплата достойная. И, как я выяснила позже, что где-то 30, а может и поболее процентов от 160 человек – это наши земляки. Автодорога на Ринмар-Усинске является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Ненецкого автономного округа. С 2019 года он реализовывается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Ненецкого округа». Делегация окружного собрания депутатов во главе с председателем Александром Лутовиновым приняла участие в мероприятиях, посвященных 25-летию образования Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Рабочие заседания 48-го президиума и 57-й конференции ПАССР, а также торжественные заседания ассоциации прошли в Вологде. Среди обсуждаемых тем – реновация жилищного фонда, дополнительная гарантия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработка государственной программы Российской Федерации по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и другие. Парламентарии рассмотрели проекты законов обращения в Государственную Думу и правительство, другие органы исполнительной власти по совершенствованию федерального законодательства. В рамках 57-й конференции ПАССР вице-спикер Матвей Чупров выступил с двумя обращениями в правительство Российской Федерации, подготовленными собранием депутатов НАУ. Одно из обращений касается внесения изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении перечней профессии и специальностей СПО. Ненецкие парламентарии предлагают включить в указанный перечень специальность учитель-преподаватель родного языка. Второе обращение подготовлено с целью совершенствования государственной гарантии для высококвалифицированных работников полярных гидрометеорологических станций, в том числе в части увеличения размера заработной платы. По итогам 57-й конференции обращения поддержаны законодателями и будут направлены в правительство России. Депутаты окружного собрания Наталья Кордакова и Татьяна Федорова побывали с рабочим визитом в Архангельске. В первый день визита представители Ненецкого округа приняли участие в депутатских слушаниях по рассмотрению областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. По словам Натальи Кордакова, опыт коллег оказался весьма полезным и может быть применен на практике в нашем регионе. Перед внесением законопроекта в областное собрание парламентарии совместно с правительством области с сентября проводят так называемые нулевые чтения. То есть перед внесением парламентарии обсуждают основные параметры бюджета. В ходе депутатских слушаний каждый председатель профильного комитета выступает с рекомендациями, по итогам которого вырабатывается план мероприятий для работы в течение следующего года. Необходимо нам сделать изменения в наш закон о бюджетном процессе. То есть если мы начинаем рассматривать бюджет после того, как внесется на нашу площадку, а в Архангельской области это происходит несколько по-иному. Работать они начинают вместе депутаты и департаменты с сентября месяца. И когда уже вносится законопроект на площадку собрания депутатов, уже все в курсе и депутаты в том числе, какой будет у нас проект, какой будет у них бюджет. А затем уже при рассмотрении этого в первом и втором чтении вносятся поправки. То есть весь практически бюджет заранее обговаривается и все знают, что происходит. Депутаты и заместитель губернатора округа провели встречу с председателем областного собрания Екатериной Прокопевой, на которой обсудили вопросы в сфере образования. Тема финансирования образовательных учреждений стала главной на встрече с министром финансов Архангельской области Еленой Усачевой, заместителем министра образования Юлией Ковалевой и с представителями САФУ. Проблемы возникают у нас в учреждениях образования. Там образуется кредиторская задолженность, потому как неправильно несколько формируются нормативы. Поэтому мы встречались в том числе и с министром у них финансов, встречались и с министерством образования, каким образом происходит начисление вот этих нормативов. То есть вот эта комплексная работа, которая впоследствии должна привести к тому, чтобы на самом деле и у нас таких проблем, как в Архангельской области, по учреждениям образования уже не существует. У них такой проблемы уже нет два года. Также парламентарии встретились с министром агропромышленного комплекса и торговли Ириной Бажановой. Стороны обсудили развитие сельских территорий. Как рассказали в профильном ведомстве, в Архангельской области подготовлена соответствующая региональная программа для участия в федеральном проекте. В целом, как отметила Наталья Кордакова, все встречи были продуктивными. Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Лиана Храпова представила на рассмотрение регионального парламента итоги работы ведомства за минувший учебный год. Кроме того, на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по образованию рассматривался вопрос о предоставлении субсидии департаменту на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание государственных услуг. Как отметила в своем докладе Лиана Храпова, в округе отмечается рост численности детей дошкольного возраста, в связи с чем необходимо строить дополнительные детские сады. В рамках национального проекта образования уже рассмотрен вопрос о строительстве двух яслей. И на территории города один детский сад яслей будет построен непосредственно на селе, это село Низь. Данные детские сады позволят нам непосредственно там уже осуществить услугу дошкольного образования и открыть, расширить, я так могу, наверное, сказать, вчера как раз и выступала и на форуме для родителей, имеющих детей инвалидов, что позволят детские сады, данные помещения, современные, оснащенные, открыть дополнительную группу компенсирующего обучения, потому что прекрасно знаем, что количество детей с заболеваниями, с определенными диагнозами, к сожалению, все больше и больше, поэтому создавать для них условия мы просто обязаны. В соответствии с указом президента, детям, начиная с трехлетнего возраста, должно быть предоставлено место в детском саду. В то же время, по состоянию на 1 июля текущего года, в реестре очередников числился 141 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет. Причина непосещения у нас, иногда даже очень банальная, значит, это не устанавливаем местонахождение заявителей. Они пишут заявление, они пишут о своем месте регистрации, потом, когда получают место в детском саду, соответственно, мы направляем уведомления о получении, о том, что они могут начать посещать детский сад, но, к сожалению, родители не отзываются. Понимаем, что одна из причин, это, конечно, еще и компенсация за непредставление детского сада, и поэтому есть возможность у родителей эту выплату получать. Есть у нас еще родители, есть дети, которые не посещают это, когда родители самостоятельно пишут о переносе срока поступления в детский сад, и получено медицинское заключение об отказе от посещения детского сада. Заместитель руководителя окружного профильного ведомства также представила информацию по остальным подведомственным департаментам, учреждениям и организациям. В ходе заседания состоялся диалог сторон. Речь шла о событиях минувших дней, непосредственными инициаторами которых становились школьники и студенты из Нинецкого округа. Один день собрали сходку, второй день стрельба. Там у Солькина Алипетровна летом разломали будку, и все. Наверное, ведь в чем-то есть причина и проблема. Идут у нас внутренние сейчас разбирательства с ОПДН, непосредственно Сергей Николаевич Гошев, где мы активно тоже отрабатываем, провели совещание непосредственно с руководителями. Что можем сказать? Можем сказать, что по итогам уже данных проверок мы можем уже судить, кто виновен, кто недорабатывает в своей части. Затронули и тему безопасности дорожного движения. Среди родителей существует такое мнение, вот пешеходный переход есть, я иду. А то, что необходимо посмотреть направо, налево, убедиться. И эту же мысль они ведь внушают чаще всего и детям, что не смотрите, идите, пешеход всегда прав. Это сплошь и рядом в разговорах с людьми существует. Поэтому у меня большая просьба, будете сейчас работать с жителями, родителям, чтобы своим детям не только учителя, но и родители объясняли о том, что в том случае он не видит опасности, а не так, как произошло на 60 лет октября. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова обратила внимание на то, что в докладе отражена не вся информация. В Харивере, где на сегодняшний день почти 15 детей появится, это за год только детей. Соответственно, у них уже не будет хватать площадей, они сегодня размещаются в здании садика, и это тоже неправильно. Почему сегодня у нас не предусматривается, и губернатор ездил и говорил о том, что необходимо сделать капитальный ремонт школы в Харуте, этого я тоже не вижу. Поэтому, значит, вот по этому блоку я попрошу, чтобы вы предоставили определенный срок нам ответ, Андрей Владимирович, потому что сейчас, естественно, они не предоставят. Дальше я еще раз повторяю, интернат в Каратайке, детский сад в Харивере и капитальный ремонт школы в Харуте. Чтобы не было этих вопросов, не возникало здесь. Если Харута, давайте говорить об этом, что вы планируете, почему планируете. Либо в рамках отдельной встречи, либо как-то иначе здесь. Или мы поставим вопросы эти здесь для того, чтобы мы в дальнейшем к ним вернулись и вы свою точку зрения высказали. Потому что проблем на самом деле много, и они действительно усят большой характер, и мы понимаем, в том числе и ваши трудности. Второй вопрос повестки дня заседания касался предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. Руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Павел Окладников представил депутатам окружного собрания пилотный проект по внедрению новой системы безопасности в детском саду «Кораблик». Дополнительные меры безопасности в образовательных организациях округа осуществляются по инициативе депутатов, которые на предыдущей сессии предложили оборудовать школы и детские сады специальной пропускной электронной системой. В системе предусмотрены специальный ключ-карты и датчики с функцией распознавания лиц, которые не позволят посторонним проникнуть на территорию учреждения. Вместе с повышенным уровнем безопасности может осуществляться контроль посещаемости, а также информирование родителей с помощью СМС-сообщений. Первый этап внедрения системы безопасности включает 45 образовательных учреждений в Наринмаре и поселке Искателей. Стоимость оборудования и монтажа составляет 36 миллионов рублей. После изучения опыта использования системы она будет адаптирована для всех образовательных учреждений в поселениях Заполярного района. Установка оборудования в детском саду «Кораблик» начнется на текущей неделе. Более 60 жителей Ненецкого округа, начиная с 2015 года, получили сертификаты на реабилитацию в центре ручей. Он расположен в Псковской области. Автономная некоммерческая организация оказывает помощь людям, страдающим наркотической и алкогольной зависимостью. О промежуточных итогах своей работы и сотрудничестве с Ненецким округом представители реабилитационного центра рассказали во время круглого стола, который состоялся в комплексном центре социального обслуживания населения. В его работе приняли участие председатель постоянной комиссии по социальной политике Анна Булатова и депутат Александр Чурсанов. «Учитывая, что мы в тройке лидеров по употреблению алкоголя в России и третий с конца по численности населения, ведущих здоровый образ жизни, то тема очень актуальна для нас». Избавиться от пристрастия к алкоголю и наркотическим веществам жителям региона помогают в Центре реабилитации и психологической поддержки ручей в Псковской области. Округ сотрудничает с автономной некоммерческой организацией уже почти пять лет. За это время полный курс реабилитации прошел 41 жителям региона. «Ну вот сейчас мы встретили двух девчонок, прям тут раскланились, разобнимались, потому что очень приятно посмотреть, потому что приезжают люди в очень тяжелом состоянии, с разрушенными судьбами, просто физически разрушенные, на грани лишения родительских прав, или уже когда это произошло, а тут пришли с детьми, улыбаются, хорошо выглядит». Программа реабилитационного центра представляет собой интенсивную психотерапевтическую программу, рассчитанную на срок пребывания в стационаре от трех до четырех месяцев. «Центр ручей – это не одно место географически, это несколько точек на карте. Главным образом наши объекты находятся в городе Санкт-Петербурге и в Псковской области. В Псковской области находят центральный наш объект – это стационарный реабилитационный центр, место, где люди за городом в хороших условиях бытовых и в некоторой, так сказать, тишине изоляции, изоляции от, скажем так, нездорового социума, могут пройти полный курс стационарной реабилитации, он длительный, минимум три месяца он длится. Что это такое? Ну, в двух словах не объяснишь, человеку нужно научиться счастливо жить трезвым». Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации в центре ручей оказываются за счет средств окружного бюджета в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком округе». Общий объем финансового обеспечения для реализации данного мероприятия на текущий год составил порядка двух миллионов рублей. Социальные услуги предоставляются посредством сертификатов. Предоставление именного сертификата носит заявительный характер. Его стоимость составляет 198 тысяч рублей. С 2015 года именные сертификаты получили 60 граждан. Полную реабилитацию прошли более 40 человек. В этом году выдано 17 сертификатов. При этом полную реабилитацию прошли 6 человек. 8 человек находятся в настоящее время на реабилитации. Как отметила председатель постоянной комиссии по социальной политике Анна Булатова, оплачивается только нахождение в центре, поэтому в настоящее время существует проблема с проездом к месту лечения. «Мы планируем расширить этот вопрос на региональном уровне. В целом проблема алкоголизации в округе стоит очень остро, и нам необходимо принять самые действенные меры по лечению алкоголизма и наркомании», – подчеркнула депутат. В 80-летний юбилей отметила 4-я городская школа. Поздравления накануне принимали учителя, ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. Торжественный концерт состоялся в минувшую пятницу в культурном центре Арктика. От имени собрания депутатов НАУ коллектив школы, выпускников и ветеранов с юбилейной датой поздравил депутат Андрей Смученков. В заключение он вручил благодарственные письма и почетные грамоты собрания депутатов НАУ, учителям за высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы образования в округе и в связи с юбилеем школы. Первый учебный год в 4-й школе начался в 1939 году. Тогда она имела статус неполной средней. Обучение велось только до 7-го класса. Вячеслав Карипанов, выпускник школы, вспоминает, что их класс был последним выпуском семилетки, после школы стала восьмилетней. Еще одно яркое воспоминание. С 4-го класса каждый год одноклассники Вячеслава Кузьмича сдавали выпускные экзамены. Именно поэтому знания, полученные в 4-й школе, он считает самыми прочными. Были великолепные учителя, именно энтузиасты своего отдела. Прекрасно помню Лидию Григорьевну Рожину, которая была наша первая учительница. Учительница математики уже в старших классах. Волоту Рейсу Трофимовну, ну естественно Скробову, мы помним как энтузиаста, огромного энтузиаста, ботаники, зоологии. И с великолепным кабинетом, в то время это были, наверное, еще единственные кабинеты. Тогда еще школа была, сейчас нету ее этой школы, тогда учиться еще. Но интересная же жизнь была вообще. Поздравляю всех выпускников с юбилеем, желаю всем крепкого здоровья, всего хорошего. В 1962 году 4-я школа была преобразована в 8-летнюю, а в 1991 году в среднюю. За свою историю школа поменяла несколько зданий. Нынешние выпускники, ученики 11-го класса еще помнят, как начинали учебу в старенькой деревянной школе. Со 2-го класса мы учимся в новом здании, которое стало уже тоже, можно сказать, вторым домом. Изначально это было тяжело, потому что большое здание, это обширное было. Тяжело привыкать к кабинетам. Потом уже со временем, когда перешли в старшую школу, стали привыкать, и каждый кабинет как будто бы в своя комната заходишь, и чувствуешь себя в комфортной обстановке. Я считаю, что у нас самые лучшие учителя, которые могут научить нас новому, которые подготавливают нас к жизни в первую очередь. И мы привыкли к нашей школе, и считаем ее также своим вторым домом. В разное время в этой школе, имеющей богатую историю, славные педагогические традиции, работали заслуженные учителя России. Ольга Григорьева учила детей в 4-й школе с 1976 года по 2005-й. Преподавала русский язык, а затем историю и общество знания. Коллектив 4-й школы тема отличается, что он очень дружный, сплоченный, и там хорошие очень взаимоотношения. Поэтому, кто работал в этой школе, тот это и ценит, мне кажется. Надежда Ануфриева отработала в школе номер 4, 33 года. Была завучем, а потом руководителем учебного заведения. Уникально над тем, что там люди доброжелательные очень. Очень хорошие, по крайней мере, я, когда пришла в эту школу, я попала к таким людям, к таким асам, что, не знаю, я у них училась всему. И что мне преподавали, это была ерунда. Это их преподавание все полностью было. По словам одного из самых передовых директоров, Татьяны Бадьян, на время ее руководства выпали крупные преобразования и проекты, в которых участвовали учебные заведения. 4-я школа в Ненецком округе – это отражение всех образовательных инициатив, в том числе и российских. Именно на этот период выпали тогда все участия таких национальных проектов, как образование, это лучшие учителя России, так называемые стотысячники, двухтысячники. Серьезно было, работали при перемене двух законов об образовании. И это все подвело к тому, что действительно, такое крылатое выражение, что школа – второй дом, это, наверное, это так. Потому что работают группы продленного дня, потому что работает школа полного дня. И самое главное, даже дополнительное образование в стенах нашей четвертой школы можно сейчас получить. Несмотря на прикладный возраст, школы продолжают развиваться и процветать. Появляются новые направления обучения, новые технологии. Четвертая школа шагает в ногу со временем. История очень большая у этой школы. Прекрасные учителя в ней работают. Прекрасные дети, которые вышли из стен школы и добились уже успеха в своей жизни. И, конечно, в день рождения я хочу пожелать всем, самое главное, крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия. Чтобы наши дети нас радовали. Чтобы школа приносила счастье. И чтобы все в эту школу, в нашу четвертую, шли с любовью. В день празднования юбилея в адрес коллектива педагогов, ветеранов и, конечно, выпускников разных лет звучали поздравления от представителей всех ветвей власти. Не обошлось без подарков, заслуженных грамот педагогам. Торжества прошли на высоком уровне. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север» на следующей неделе. До встречи в эфире на телеканале «Север» 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 на телек